Здравствуйте, это программа «Город Ася», я Елена Чернявская. Некоторые родители, отдавая ребенка в спорт, ищут непременно олимпийскую школу, чтобы воспитать чемпиона. А некоторые, наоборот, сторонятся этого статуса, боясь сильных нагрузок, потому что не мечтают о профессиональном спорте, а лишь хотят оздоровить своего ребенка, сделать его выносливее и сильнее физически. Вот если ваш ребенок научился плавать и рвется к победам на соревнованиях, пора в спортшколу. Как проводится набор в школу и понять, что у ребенка есть талант, и он может стать профессиональным спортсменом, об этом и многом другом я говорю сегодня с моей гостьей в студии. Это директор муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара, спортивная школа Олимпийского резерва номер 8, Светлана Валентиновна Кузьмина. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Валентиновна, в октябре буквально недавно отмечали круглую дату, 60 лет. Давайте поговорим немного о судьбе школы, как она складывалась. Конечно, с какими достижениями вы подошли к этой дате. Да, в октябре месяце стоит дата организации рождения школы. Тогда это называлось ДЮС США номер 8. Это был район, это был городской районный отдел образования Горано, тогда называлось. Бассейн, тогда был старый добрый бассейн Чайка в Струковском парке. Там занимались и обучалась практически плаванию, обучался плаванию весь город Самара. То есть там работали тренеры, там проводили набор. И вот эти четыре дорожки выдерживали весь напор и принимали всех. Большая плеяда пловцов, спортсменов выросла с того бассейна. Это, конечно, и первый мастер спорта международного класса, Потякин Игорь. Он член сборной команды СССР. Он призер Всемирной универсиады. То есть это первая звезда, которая появилась на горизонте. Зажглась на Самарском небосклоне. Зажглась на Самарском небосклоне. Потом это все, конечно, уже были мастера спорта, кандидаты в мастера, разрядники. Когда все это уже переходило из СССР в Россию, все это разваливалось. В 90-е годы, в 99-м году руководил школой Юрий Владимирович Никольский, заслуженный тренер Российской Федерации. И была открыта программа «Живу на Волге и умею плавать». Программа первый год очень успешно существовала. То есть ездило 9 автобусов, развозили по школьным бассейнам. Это была городская программа, были большие вложения. И в течение года, то есть смысл этой программы, что все второклассники проходят 16 занятий обучения плаванием бесплатно. Это в рамках, грубо говоря, школы. То есть в тех школах, в которых не было бассейна, привозили группы на автобусах из соседних школ. Этим уже логистика занимался Юрий Владимирович Никольский. Подбирал школы, близлежащие, сам маршрут автобусов. То есть это была громадная работа сделана. На этой программе работало очень много тренеров, в том числе и молодых, и взрослых, и заслуженных. Начинающих, опытных. Разных тренеров. То есть за первый год работы было обучено более полутора тысяч детей. То есть 16 занятий дети обучались, потом проводили набор. Грубо говоря, уже в школу проводили набор с этого всего. То есть задачей было проплыть 25 метров. В принципе, для опытного взгляда тренера уже достаточно, что... Способности, желания. То есть когда человек не видит, что это такое, он может и не знать, что он это хочет, и что он так умеет, что он может так уметь. Поэтому, конечно, в этом у нас большой плюс. С этой программой тогда, через какое-то время, у нас начали вырастать звезды. Это и Покателло Дмитрий, призер чемпионатов Европы, призер первенства, победитель первенства Европы, чемпионатов России, то есть мастер спорта. Это и на данный пловец Александр Кудашев, он тоже с отголосков этой программы вырос. Много просто мастеров спорта, победителей первенства России, то есть спортики Ады России. Вот, поэтому, конечно, вот за время работы той программы мы сделали большой задел. Вот, но, к сожалению, когда-то все хорошее заканчивается, ну, программа просуществовала в хорошей мере, это 4-5 лет. Вот, в связи с дальнейшим нашим путем, потому что у нас школа из Дюшор, из Дюш переименовалась в Дюшор, это детско-южеская спортивная школа Олимпийского резерва. То есть, что такое Олимпийский резерв? Это показатели выступлений спортсменов. То есть, чтобы завоевать этот, значит, Олимпийский или Паралимпийский резерв, нужно, чтобы дети, воспитанники участвовали, помимо участия в первенствах России, их еще были призерами этих соревнований. Вот, и в связи с этим мастера спорта, ну и так далее. Вот, в связи с этим наша школа переименовалась в Олимпийский резерв. Вот, и тогда у нас в то время уже создавался департамент спорта, а до этого школа как бы принадлежала департаменту образования, ну как принадлежала, подвенцовое учреждение. Вот, и нас перевели в связи с ростом в департамент спорта. Вот, в связи с тем, что мы ушли из одного ведомства в другое, эта программа осталась, ну, в образовании. Потому что она как развивалась, как образовательная программа, вот, и мы не смогли ее с собой забрать. Ну, мы не стали грустить по этому поводу. Вот, и у нас получилось, что дальнейшее развитие уже, грубо говоря, с тем, что имеем. Вот. Что имеете на сегодня. Что имеем на сегодня. Как раз, что из себя сегодня представляет школа. На сегодня мы имеем такое, то есть, в свое время школа у нас имела только один вид спорта, это плавание. В 2000 году, в 2002 году, когда был директором Юрий Владимирович Никольский, открыли еще отделение синхронного плавания. То есть, у нас в школе тогда было два отделения, плавание и синхронное плавание. Значит, тоже работали тренеры. Тогда у нас начинала это Нинель Марковна Кожедуб. Вот. Очень известный тренер в синхронном плавании. Тоже плеяда тренеров, плеяда воспитанников, победители переденства России, вернее, призеры переденства России, мастера спорта. На данный момент у нас в школе, значит, организовано еще три отделения. Значит, с 2014 года мы открыли отделение адаптивного спорта. Это у нас занимаются спортсмены-инвалиды. Это спорт с поражением опорно-двигательного аппарата и спорт глухих. А с 2015 года мы еще открыли отделение спортподводного. То есть, у нас плавание в ластах. И дальше, чтобы рассказывать, то есть, у нас уже есть очень большие успехи и в этих видах спорта. Значит, для чего открывался адаптивный спорт? То есть, как раз вот это все движение, что был адаптивный спорт до 2016 года, а потом это уже как бы отделение спортспода и спорт глухих. То есть, сейчас у нас и те, и те, и это отдельные, грубо говоря, виды спорта. Направление вида спорта. Да, я попрошу вас рассказать, Светлана Валентиновна, о структуре школы. Где вы базируетесь? Как можно стать вашим воспитанником? Расскажите, пожалуйста, о тренере, который сегодня работает. Ну и плавно мы с вами перейдем, конечно, к достижениям. Базируемся мы на нескольких объектах. Ну, главный и основной, конечно, объект – это бассейн ЦСК ВВС. Они нас с удовольствием терпят, вот, потому что вы сами понимаете, что такое дети – это безостановочный шум, это безостановочный… Тренировочный процесс. Тренировочный процесс, но нас там любят, терпят и продолжают с нами общаться. Вот, и два объекта – это спортивный комплекс «Бассейн Дельфин» Самарского университета и спортивный комплекс «Бассейн Полет» тоже Самарский университет. Вот, также у нас занимается отделение синхронного плавания в бассейне «Маяк» и отделение спорта инвалидов в бассейне «Орбита». Вот, как к нам попасть? Это такой достаточно трудный вопрос. Отбирают детей, воспитанников школы, у нас тренеры. То есть к тренеру приходит родитель, мы отсматриваем. У нас есть дни для зачисления, то есть спортсмены проходят вступительные экзамены. Вот, естественно, естественно, сказать, что вступительный экзамен – это не сказать ничего, потому что все время до того, до вступительных экзаменов, естественно, этот тренер ведет самостоятельный набор, и в течение трех-четырех месяцев он отсматривает этих детей. Конечно же, мы не можем… Да, то есть, ну, банально он может утонуть. Вот, для этого тренер должен уже отсмотреть, уже чему-то научить, вот, чтобы ребенок что-то мог показать. Потому что это только вопрос, разговор, что ребенок талантливый, да, хочет, да, может… И из него вырастет высококлассный спортсмен. Да, обязательно вырастет. Для того, чтобы он хотел, мог и вырос, нужно что-то показывать и чему-то учить. Вот, я вообще всегда, я сама работаю тренером, я склонна к тому, что нельзя давать, знаете, эти кресты и вешать ермо, что ничего не может. Нет, есть позиция талантливых спортсменов, есть позиция трудолюбивых спортсменов, есть просто успешные, да, там, бывает везет, бывает там, то есть вариантов множество. Вот, поэтому мы никому не отказываем, стараемся. И шанс дается многим, я так понимаю, из-за вашего рассказа. Ну, я попрошу тогда рассказать немного о себе, с чего началась ваша любовь к спорту в целом, ну и, конечно, к плаванию в частности. Сложно рассказать все сразу. Ну, наверное, любовь к спорту, по-видимому, у меня была всегда, потому что мой папа, он тоже спортсмен, но он занимался легкой атлетикой. И с рождения он мне все время рассказывал о спорте, он все время мне рассказывал, как он бегал, как дышал, как что-то еще делал. И, к слову сказать, то с мамой они познакомились, когда он работал, ну, тогда все работали какими-то тренерами, это было очень давно. Но он тренером по волейболу работал, мама пришла к нему заниматься, и вот, и потом получилось так, что долго-долго прожили вместе. Вот, и поэтому я как-то, наверное, совершенно спокойно приняла решение, я вот не помню в каком классе, или второй, или третий, что вот я хочу плавать. Вот, и всегда, если я что-то хотела, я почему-то не понимала, что меня может остановить. Если я хочу, значит, это надо делать. Вот, ну, и потом уже эту задачу подхватил, у меня было два первых тренера, это Николай Алексеевич Белов и Галина Викторовна Белова, она сейчас живет в Тольятти, Николай Алексеевич, заслуженный тренер России, за успехи мои он получил это звание. Вот, и они привели, вот, как-то так вот, и у меня больше сомнений не было, что плавание и только плавание. Вот, долгое время, не долгое время, вернее, я тренировалась в городе Новокуйбышске, вот, в восьмом классе я переехала уже сюда, в Самару. Здесь был центр олимпийской подготовки, вот, и дальнейшая спортивная судьба уже сложилась здесь, в Самаре. Ну, вот. Какими успехами гордитесь особо? Ну, на самом деле успехов... Да почему-то я раньше не думала, что надо гордиться этим, вот. Восемь лет своей жизни я отдала сборной команде Советского Союза, ну, вот. Вот, неоднократный призер чемпионатов Европы, победитель первенства Европы, там, мастер спорта международного класса СССР. Ну, что такое СССР и Россия, да? Раньше, когда мы попадали в сборную СССР, это было 15 республик, которые участвовали в одних и тех же соревнованиях. Вот, сейчас это одна республика, то есть, ну, вот такая ситуация, то есть, сколько было народу и какая была конкуренция. Да, сумасшедшая, конечно. Да, сумасшедшая, вот. И я, когда уже начала работать с тренером, думаю, господи, да как же это у меня получалось-то, почему я это сделала? Ну, вот, ну, так получилось в жизни, что получилось. Вот, участник Олимпийских игр, победительница Всемирной универсиады. Ну, вот. В 93-м году закончила спортивную деятельность. Некоторое время сомневалась, что я хочу связать свою жизнь со спортом. Вот, и после рождения старшего сына я приняла решение, что мне надо работать тренером. Вот. Ну, и так пошло-поехало. Вот. С 2013 года я стала работать директором. Директором школы. Школы, да. Вот. Вот так и сложилось. Ну, на мой взгляд, замечательная биография и успехов очень много, о которых стоит рассказать обязательно. Но давайте мы сегодня в нашей программе, а половина ее уже прошло, кстати, вот, за таким увлекательным разговором вашей биографии, давайте мы сегодня дадим на несколько ценных, вы вернее дадите несколько ценных советов детям и родителям. Вот с какого возраста нужно начинать заниматься плаванием, если хочешь добиться серьезных результатов? На самом деле сейчас, вот, к слову сказать, что очень много воспитанников у нас открыли свои частные школы, что сейчас очень большой выбор школ частных разных, начиная с грудничкового плавания. Я не буду рассказывать о вреде или о пользе грудничкового плавания. Если мы говорим о занятиях серьезным спортом, то самое главное пройти начальную подготовку. Чтобы я все время, когда родители ко мне приходят, я говорю, мне переучить лучше не надо. Я лучше научу, чем буду переучивать неправильные движения. В этой связи самое успешное время обучения ребенка, когда он с движениями уже ознакомлен в жизни, это 6-7 лет. Официальное зачисление в нашу школу проходит не раньше 7 лет. Вот, поэтому родители могут сами принимать решения. Ну, это оздоровление. Но я все время говорю, оздоравливайте ванны. Оздоравливайте ванны. Хорошо. Мама с папой хотят, чтобы их ребенок занимался плаванием. На что нужно обратить в первую очередь при выборе школы? Вы сказали, что много и муниципальных, много и частных школ. Но вот на что в первую очередь нужно обратить внимание? На место? Либо все-таки идти к определенному тренеру? И в данном случае вы здесь проводник вот этой цепочки? Да. Первое, это, конечно, местоположение, где удобно привезти ребенка. Куда удобно привезти ребенка? У нас, к сожалению, есть зима, и ребенок болеет. Поэтому комфортнее, естественно, короткое время. В городском месте ближе к дому? Да, ближе к дому. Ближе к дому, ближе к учебе и так далее. Поэтому здесь нету таких позиций. Тренер, да, выбрать тренера. Но здесь, если мы говорим о нашей школе, то у нас каждый тренер ведет определенный возраст. То есть у нас в группы набираются дети одного возраста. То есть мы не можем набирать в разновозрастных, но это и неудобно. Да. Вот. Поэтому, ну, первое, что, конечно, местоположение, второе – тренер. Да. Хорошо. С какими трудностями могут столкнуться дети, начинающие заниматься плаванием? И скажите, как с этим справиться желательно самостоятельно? По тренеру здесь в помощь? Да, конечно. Трудности могут быть разные. Ну, первое – это страх воды. Очень многие родители думают, что… Ну, сейчас уже, конечно, позиции не такие, что вот я вывезу в лодке на середину реки, брошу, и он поплывет. Нет. Страх воды – это нехорошая вещь, и бороться с ней самостоятельно нельзя. Здесь должен разговаривать специалист. Вот. Это первое. Второе, конечно, заболевание уха, горло, нос. Это тоже трудность, и здесь тоже… Я не возьму, но могут, и к этому, самое главное, нужно быть готовым. Готовым и относиться более спокойно. Вот. Ну, а все остальное уже… Травматизм высок ли в этом виде спорта? На самом деле, в самом виде спорта травматизма нет, как такового. Но бытовые дела детей, вы сами понимаете, это подскользнулся, упал, стукнулся, толкнули. Вот такой вариант. Вот. Все остальное – работа тренера. Хорошо. Как лучше мотивировать своего ребенка, если он начал заниматься в профессиональной школе, такой, как у вас, в школе Олимпийского резерва? Ну, на самом деле, вот успехи детей, я все время говорю, что это яблоко. Вот оно, вот оно яблоко. Здесь труд нескольких человек, в том числе и родителей. Родитель должен любить, кормить, одевать, привозить на тренировку, ну и желательно не вмешиваться в тренировочный процесс. Это самое главное. Вот. И хвалить ребенка. Все. Остальное, опять же, сделает специалист и желание ребенка. Светлана Валентиновна, скажите, пожалуйста, когда можно понять, что у ребенка талант, что он может стать профессиональным спортсменом? Ну, на самом деле, я очень спокойна и отношусь к слову «талант». Талант в себя внедряет несколько вариантов. Это трудолюбие, способность и, грубо говоря, успех, да? Ну, вот, поэтому понять, на самом деле у нас все дети талантливые. Возможность раскрыть, ну, наверное, практически сразу понятно, как ребенок может передвигаться. То есть опытный тренер сразу может сказать, что может получиться. Дальше уже пойдут такие варианты, есть ли у него желание, есть ли возможности, какие-то еще. Ну, на самом деле, практически ребенка видно сразу. Ну, ведь по мере взросления возрастает и нагрузка еще. Это обязательные условия тренировок, переходный возраст. Бывает ли такое, что у ребенка, безусловно, есть способности, а он просто перестает ходить заниматься? Вот здесь как быть? Ведь это тонкая достаточно психология. И обладают ли такими навыками ваши тренеры? Да, это большая проблема, особенно в наш век, когда доступность информации очень большая. Когда у них, у детей настолько много всяких заманчивых предложений, и, ну, можно ничего не делать, и все будет. Да. Вот. И я смотрю на детей, я восхищаюсь ими, потому что... Ну, они другие, что говорить. Они другие, да. Вот. Ну, наши тренеры, конечно, обладают, но здесь тоже. Здесь и родители должны помогать. И желание самих детей, конечно, очень много значит. Ну, и пример есть у нас, то есть у нас вот, где занимаются наши воспитанники, вот у нас плавает чемпион России, просто призер России, или просто разрядник. Поэтому, ну, дети смотрят на таких великих спортсменов, я считаю, они все-таки великие. Ну, и как-то, может быть, у них какое-то желание появляется. Скажите, пожалуйста, Светлана Валентиновна, работа и реализация тренировочного процесса в условиях пандемии, как-то вот сказалось это и на вашей работе в том числе? Ну, вы знаете, я бы сказала, сказалось, но, вы знаете, у нас настолько в этом году, вот, я считаю, прорывные успехи, я даже хочу о них немножко рассказать. То есть, 20-й год грозен пандемией, и у нас был Олимпийский год. Вот, Александр Кудашев, они планировали отбираться на эти соревнования, и все это перенеслось на целый год. Также у нас воспитанник, это Вячеслав Ленский, он отобрался на Паралимпийские игры, вот, и призер Паралимпийских игр, это большой успех. То есть, у нас в этом году родился еще и заслуженный мастер спорта в школе, вот, и барышня у нас победительница первенства мира по подводному спорту. То есть, вы понимаете, у нас настолько в этом году, вот, какой-то медали, емкий запас, что сказать, что сложился. Урожайный год на медали. Да, урожайный год на медали, что, ну вот, но мы, наверное, отдохнули и... С новыми силами? Да, с новыми силами. Нет, конечно, нам было тяжело все эти дистанционные занятия, и у нас много было по этому поводу юмора. Ну, как-то вот справились. Слава Валентина, ну вот успехи здесь, в Самаре, а дальше куда? Вот большой спорт открыт нашим самарским спортсмам? Ну, конечно, конечно. Каким образом? Ну, у нас вот в школе, в плавании два члена сборной России, в спорте с поражением опорно-двигательного аппарата, это инвалиды, у нас три члена сборной России на данный момент, причем основной состав у нас, то есть, и ребята ездят дальше, то есть, это Олимпийские игры, это вот сейчас Александр Кудашев у нас направляется на чемпионат мира, который будет проходить с 12-го числа. По-моему, в койке, не помню как. Вот, то есть, ребята отбираются, ребята выступают, и вперед. С какими напутствиями вы бы сегодня могли обратиться к своим воспитанникам, конечно, к, возможно, потенциальным будущим чемпионам, которые смотрят вас и хотят идти тренироваться к вам? Вы набираете лично детей? У меня есть спортсмен, да, я готовлю детей. Вы знаете, мне очень нравится доводить их до определенного разряда, это не разряд, это звание, да, мастера спорта, вот, ну и потом я стараюсь как-то передавать дальше, вот, ну и вообще мне нравится работать с детьми. Что им нужно? Ну первое, что я им об этом все время говорю, это, первое, это слушать тренера и добиваться похвалы тренера, вот, и тогда у них все сработает. Ну, а родителям что бы хотели сказать? Родителям я бы очень хотела сказать, чтобы вы тоже, если родители доверились и привели ребенка в школу, в спортивную школу, доверились тренеру, то, ну, желательно отстраниться от тренировочного процесса, потому что все-таки у нас работают профессионалы, вот, и мы доверяем им этим профессионалам, вот. Вот, ну, какие-то напутствия тренера родителям, вот здесь уже их нужно выполнять, да? Да, 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 то есть вот. Ну что же, спасибо вам большое за очень интересную беседу, я желаю вам дальнейших успехов, вам и вашим воспитанникам, конечно, здоровья, и чтобы все, что вы задумали, у вас непременно осуществилось. Спасибо вам большое, Слава Валентиновна. Спасибо. Всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего, будьте успешны, до свидания. Слава Валентиновна.